Только Слово Божие может принести покой душе нашей. Избери жизнь. Дай Слову Божьему место в твоей душе. Ишуа говорит, возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иаков в первой главе с девятнадцатого стиха говорит, итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьи. Много раз читал этот стих, он у меня записан, как один из стихов в основании моей веры, в то, чтобы эти слова пришли в мою душу, взамен этой природе чада гнева. И вот сегодня я начинаю видеть эти инструменты, при помощи которых это слово действительно начинает работать во мне. Послушайте. Посему отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души. О каком слове идет речь? Всякий человек да будет скор на слышание. Мы просто в шаббат говорили о том, что вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Давайте вернемся и мы увидим, о каком слове речь идет, потому что и Иаков, и Павел, они говорят об одном и том же. Они говорят о Торе. Вот я хочу, чтобы вы это увидели. Смотрите. Римлянам 10 глава 14 стиха. Павел пишет. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасные ноги, благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Смотрите. «Будь скор на слышание», говорит Яков. А Павел говорит, кто поверил слышанному от нас? Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. «Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал?» Если сложить эти два места Писания, то получается, что услышав, поверить, это значит, надо исполнять Слово Божие. Смотрите, Израиль слышал Слово Божие, да? Не поверил. И свидетельством того, что не поверил, является то, что он не исполнял заповедь Бога, и через это потерял землю. И Павел говорит, что это же Слово было проповедано всем народам до края земли, все слышали. И опять не поверили. Если мы вернемся к Иакову, Иаков говорит, будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И если я верю, то значит, я должен быть исполнителем Слова Божьего. Именно мое исполнение свидетельствует о том, что я верю. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. То есть, он слушает, он видит то, каким он должен быть истинным, рассматривает свои природные черты. Но если он не исполняет, он отходит, посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, вот теперь вы понимаете, что вот этот закон совершенный, это и есть Тора, которая благовествовалась Израилю, через Моисея, как мы читаем в 10 главе послания римлянам. Слышали и не поверили. А Яков говорит, а кто вникает в этот закон совершенный, закон свободы, и дальше, смотрите, написано, и пребудет в нем. Пребудет – это как? Это значит, вникая в себя и в учение, давать учению в себе место. И тогда не будет места в твоей душе ни гневу, ни суду, ни ревнованию до того, чтобы делать зло. Потому что все это смерть. А Бог говорит, избери жизнь. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. В итоге, что же мы видим? Все мы сегодня стоим пред лицом Всевышнего. И не важно, иудей ты или елен, если ты хочешь принадлежать его народу, то ты должен быть в завете с ним. В завете через Машеха, Ишуа. Иди к себе истинному, к лицу моему, наступая на себя и становись непорочным. И если ты в завете, то послушай, что Бог говорит тебе. 49-й Псалом. Псалом Асафа. Бог богов, Господь, возглаголол и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Перед Ним огонь поедающий и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог твой. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжение твое всегда предо мной. Не приму тельца из дома твоего, не козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов вопрос? Принеси в жертву Богу хвалу. И воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Принеси в жертву Богу хвалу. Мы сейчас об этом и поговорим. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на засловие и язык твой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевесишь, ты это делал, и я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты, и заплечу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумеете же забывающая Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. 23 стих написано, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Я попытался глубже проникнуть в суть этого стиха, выписал все слова, которые в этом стихе по стронгу, и вот смотрите, что у меня получилось. Принесите в жертву благодарение кавод. Кавод это слава, делающая весомым сердца на Божьих весах. Вот смотрите, что говорит стронг о слове кавод. Удивительно, это слово может переводиться и в положительном, и в отрицательном смысле. Быть тяжелым, быть весомым, почетным, почитаемым, ожесточать сердце, отягощать, делать тяжелым. Принеси в жертву кого-то. И какое же из этих значений поставить в этот стих? Я вам скажу и то, и другое. А как это? принести в жертву Богу ожесточенное сердце и принести Богу в жертву славу и почет Бога, живущего в тебе. Как это? Это то самое, что Павел говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я принесу в жертву Богу или обрежу ради Бога свое ожесточенное сердце, сотворю в себе новый дух и новое сердце и через это Бог сотворит во мне новый дух и новое сердце и слава Божия будет явлена на мне. Так вот, смотрите, кто приносит в жертву хвалу, вот именно такую хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлюя спасение Божие. Еще несколько слов о том, что значит приносить в жертву Богу хвалу. В праздник Рошашана мы не только молимся, мы изучаем 22 главу книги Баришит, там, где Авраам приносит в жертву своего сына Ицхака. И во всей этой истории есть один эпизод, когда Ицхак, поднимаясь с Авраамом на гору и неся эту связку хвороста на себе, спрашивает у Авраама отец, вот хворост, А где же жертва? Где тот агнец, которому будем приносить жертву? Авраам говорит, Господь усмотрит. Ишуа в Евангелии от Матфея в 10 главе говорит, кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. послушайте, когда Ишуа сказал эти слова, он еще не был прибит к кресту. И у верующих еще не было такого понятия, как крест Христов. Вы понимаете? Это понятие пришло после того, как Ишуа был распят на кресте. При всем при этом Ишуа говорит, кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Вы думаете, он здесь говорит о чем-то новом, о том, чего нет в иудейской вере? Если посмотреть комментарии мудрецов на 22 главу Барышит, и именно на этот хворост, который несет Ицхак, на котором он будет принесен как жертва всесожжения, они говорят, вот это есть, вот этот крест, на котором мы должны приносить себя в жертву ради Бога, в жертву благоуханную. Именно основываясь на этих комментариях, Ишуа здесь в Матвея 10 главе говорит, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Так вот, понятие креста у мудрецов Торы это хворост в руках Ицхака на горе моря. И это относится к каждому человеку, который стал на путь веры. 1 Коринфянам 1 глава с 18 стиха написано «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Вы теперь понимаете, о каком кресте Павел говорит? «Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Машиах распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов, Машиаха Божью силу и Божью премудрость. Смотрите, мы проповедуем Машиаха распятого. Машиаха Божью силу и Божью премудрость. Смотрите, как Павел говорит 19 стих законом «Я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машиаху». Если посмотреть первую главу второго послания Коринфянам, здесь Павел об этом же говорит. Мы проповедуем Христа распятого. Послушайте, что стоит за проповедью Христа распятого? Не Ишуа, не Иисуса, Христа распятого. В чем разница? В том, что Ишуа это жертва за грехи наши, а Христос это закон Бога, это Слово Божие. И кто верит, что Ишуа есть Христос, тот от Бога рожден, говорит Иоанн. Так вот, о Христе распятом апостол Павел говорит 2 Коринфянам 1 глава 3 стиха Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Я говорил вам, начиная с 15 ава до 1 Тишрея начинается время утешения для Божьего народа. Я говорил вам, что суть этого времени утешения не в том, что меня будет Бог гладить по головке и говорить, ой, какой ты бедный настрадался из-за того, что ты так много грешил. А суть этого утешения в том, что я, глядя на те корни этого дерева, которое побуждало меня к греху, я все силы приложил к тому, чтобы пообрезать эти корни, чтобы это дерево больше не росло. Если не будет дерева, тогда не будет этих плодов, которые оно приносит. И через это приложил все силы для того, чтобы во мне росло дерево жизни. Так вот, смотрите, Павел говорит, чтобы мы, находясь во всякой скорби могли утешать тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И вот суть того утешения, которым Бог утешает Павла, которым Бог утешает каждого из нас. Это и есть крест Христов. Вот смотрите, мы проповедуем Христа распятого, ибо по мере, как умножаются у нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Это именно то, о чем Ишуа говорит. Сберевших душу свою потеряют ее, а потерявших душу свою ради меня сбережет. Когда умножаются у нас страдания Христовы, это как раз суть того, когда я теряю душу свою ради того, чтобы он жил там. и когда он начинает жить там, мир приходит в мою душу, утешение приходит в мою душу, она уже не разрывается страстями, она уже не ревнует до того, чтобы делать зло. Туда приходит Машех, утешение Божие. Возьмите иго мою на себя, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, я сохраню вас от годины искушения. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо по мере того, 5 стих 2 Коринга, 1 глава «Как умножается в нас страдание Машеха, умножается Машехом утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим». Вы видите, что спасение наше совершается именно через то, когда мы, проходя через страдания Машеха, умираем для себя, для своей души, для своих страстей, ради того, чтобы избрать его, чтобы избрать жизнь. и для того, чтобы у нас сила была это избрать, он дал нам свои заповеди, каждая из которых помогает нам обуздывать себе эту ветхую природу, если мы послушаемся этому. Еще несколько слов вот к этому процессу избрания жизни, чтобы вы не думали, что достаточно соглашаться с тем, что говорит слово и молиться Богу, при этом ничего не делая. Да, я понимаю, что жизнь это здорово, да, я понимаю, что все слово Божие это истина и надо послушаться ему, но Бог, если ты хочешь, чтобы я это делал, то сделай так, чтобы я делал, я вот тут посижу, подожду, пока ты сделаешь, и тогда я буду все делать. Когда Бог творил этот мир, Он сказал сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И когда мудрецы разбирают этот стих и говорят, а почему Бог говорит во множественном числе к кому Он обращается? Вот я почитаю здесь же комментарии Пинха Саполонского из книги Дней Трепета. Почему Тора говорит сделаем во множественном числе? Разве не Бог один создал человека? Этому слову есть много традиционных объяснений, но среди них сейчас нам важно такое. Множественным числом глагола сделаем. Бог обращается к самому человеку, который тем самым становится участником в божественном сотворении его человека, личности. Бог говорит Адаму и тем самым каждому человеку, если ты хочешь, если ты приложишь усилия, если ты постараешься, то мы вместе, ты и я, сделаем из тебя человека. Таким образом, сразу при сотворении мира на человека была возложена личная ответственность за то, чтобы он был человеком. И каждый Роша-Шана напоминание ему об этом. Так вот, говоря о приближающемся возвращении на Сион его народа, Вэшав, корень которого тот же, что и в Чува, возвращении к себе истинному, об обрезании своего сердца. Смотрите, просто сравню два места, чтобы вы видели, что это действительно именно так, как говорят мудрецы. Когда Бог говорит, сотворим человек, то это возможно, если мы будем делать усилия в этом направлении. И когда мы это будем делать, тогда Бог, глядя на это, будет делать вместе с нами. Я вот сейчас говорю, и мне вспомнился один закон Торы, помните, где написано, если увидишь осла брата своего, упавшего под ношей, то помоги ему вместе с ним поднять осла. И мудрецы разбирают этот стих, видят, что помогать нужно поднимать осла. Вы знаете, ну, просто осла поднять легко, а когда на нем нагружено много ноши, его не поднимешь. Нужно снять всю эту ношу с него, поднять его, поставить, и потом обратно всю эту ношу положить на него. Так вот закон Торы говорит, что ты должен помогать своему ближнему поднимать осла, если ближний тоже будет в этом участвовать. Вы слышите? Если ближний будет сидеть на обочине и ничего не делать, и говорит, ну, вот, Бог же сказал, чтобы ты помог мне поднять осла, давай, поднимай. Бог говорит, что вот как раз вот этого делать не надо. И вот сейчас мне это в духе пришло вот в этом же контексте сотворим человек. Бог хочет помочь тебе сотворить тебя по образу и подобию, его. Но если ты не будешь в этом принимать участие, то Бог не будет ничего делать. Вот смотрите, просто два места писания, которые я хочу вам показать у пророка Изакиля. Изакиля 11 глава 14 стиха написано, «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Слышите? Несмотря на то, что Бог рассеял Израиля по всем землям, по всем народам, Бог говорит, я не оставлю их одних, там, где они будут, я буду для них святилищем. Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнустости ее, все мерзости ее, 19 стих, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, это то же самое, что Бог говорит о Новом Завете через пророка Иеремею, правда? «Чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Смотрите, здесь речь идет о последнем возвращении, здесь речь идет о том, что Бог даст своим сыновьям новое сердце, новый дух, в результате которого они начнут ходить по его заповедям и соблюдать все его уставы, которые в Торе, и Бог говорит, именно через это они будут моим народом, и я буду их Богом. Тогда простой вопрос, что надо делать, чтобы быть его народом? Мы начали с того, недельная глава начинается с того, что вот все вы стоите сегодня перед Всевышним, и природные жители, и пришельцы, и вот этот завет, который я заключаю с вами, и через это вы сегодня становитесь моим народом. Если, конечно, вы избираете этот завет, чтобы послушаться всем заповедям, постановлениям, уставам, которые в этом завете, а это книга закона, это учение. Отчего сердца улечется вслед гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Это 11 глава Изакиля, а теперь смотрите 18 глава Изакиля. Удивительная глава 18. Почему удивительная? Потому что, когда мы читаем 10 заповедей, исход 20 главу, то во 2 заповеди Бог говорит, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумиры никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди Мои». И послушайте, что нам говорит Бог через 18 главу пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут предь говорить пословицу эту в Израиле». О чем это? Это вот об этой второй заповеди. Если отцы занимались и далопоклонством, то дети отвечали за это до третьего и четвертого рода. А Бог говорит, что впредь, видите, не будут впредь говорить пословицу эту. Дальше я пропускаю 19 стих, смотрите, вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно, праведно и все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается. И беззаконие беззаконного при нем остается. Слушайте, и беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и правильно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие он делал, не припомнятся ему. В правде своей, которую он будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив. Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, каких грешен, он умрет. Но вы говорите, неправ путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваш ли путь и неправы. Если праведник отступает от правды своей, делает беззаконие и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое делал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, как я делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? посему я буду судить вас дом Израилев каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. И вот смотрите 31 стих. Отвергните от себя грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать дом Израилев? Сотворите себе новое сердце и новый дух. Скажите, разве это возможно человеку? Сотворить себе новое сердце. У пророка Изакилева в 11 главе мы читаем о том, что Бог даст новое сердце и новый дух, а в 18 главе Бог говорит, что все наступает время, когда уже дети не будут отвечать за грехи отцов. Каждый будет отвечать за свои грехи, поэтому раскайтесь. Я сына своего отдал за то, чтобы простить вам грехи ваши, чтобы вы получили силу каждый творить правду и суд, хранить жизнь. Поэтому сотворите себе новое сердце и новый дух. Ответ очень простой. Каким образом я могу сотворить себе новое сердце и новый дух? мне нужно сделать шаг в сторону Бога. И я не только молюсь, но я начинаю делать какие-то действия. допустим, если человек страдал зависимостью азартных игр, что он делает? Он не просто говорит, что я не буду играть, он делает то, что он обходит эти дома десятой дорогой, чтобы нигде с ними не пересекаться. он прикладывает усилия для того, чтобы снова не согрешить. А когда мы погружаемся в слово и пребываем в нем, это слово дает нам силу вот эту нашу ветхую природу держать в этом закрытом сундучке, чтобы она не убивала нас. Я могу сказать по себе, два года я боролся с тем, чтобы избавиться вот от этой зависимости телевизора и фильмов. И вы знаете, два года подряд записывал это слово в Песах, когда мы выходили из Египта, из этой тесноты, там у меня был и Псалом Давида, сотый Псалом, где он говорит, не поставлю предачами свои вещи непотребной, но этого было мало, нужны были действия. И я брал этот телевизор, убирал и ставил в шкаф. Выбрасывать жалко было. И потом проходило какое-то время, ну поставлю только новости посмотреть. Ну вроде как новости посмотрел, тут через какое-то время, неделя-другая проходит, смотрю, уже дети там подключились, уже начали сериалы смотреть, и все как бы вернулось обратно. И вот год прошел, я как бы старался, но силы еще не имел в себе. И на другой год я записал то же самое. И вот супруга моя, свидетель, этот телевизор до сих пор стоит в шкафу, говорю, жалко выбрасывать. Может, кому надо телевизор, не хочется мне преткновение вам ставить. Вот в этом году я записал себе вот это местописание, чтобы избавиться от этого корня природы чад гнева. И вы сами понимаете, это стержень ветхого человека, потому что всякий раз, когда наступают на твое я, твое эго начинает распухать, и это раздражение и гнев, то есть если с этим разобраться, то тогда действительно будешь способен жизнь хранить в себе. И я вам говорил, что уже 15 ава прошло, уже приближается время, идет раскаяние, и я просто молюсь перед Богом, говорю, Господи, что делать, мне стыдно перед Тобой. Я все время молюсь и прошу Тебя помочь избавиться от гнева, а я вижу, что этот гнев все время угошает Твое присутствие, Твою жизнь во мне. И вот последний месяц, вот с тех пор, как начался Элул, просто Бог кардинально вошел, я просто послушался. Он мне сказал, откажись от удавленины. Отказался от удавленины, и через какое-то время я просто увидел, что само мясо, оно, вот эта плоть, она питает мою плоть, и делает опять сильной вот эту природу человеческую во мне. Я увидел вот этот путь, как избавиться. Вы поймите, я не могу этот корень вырвать до конца у себя, потому что эта природа, она будет сопровождать меня до того времени, когда умрет это тело. Оно потому и должно умереть, потому что другого варианта очистить это тело от этой природы чад гнева невозможно. Но Бог мне дает все инструменты через свои заповеди для того, чтобы мне эту природу вот закрыть намертво и лишить ее всякой силы. Я понимаю, что мне над этим надо бодрствовать, так же, как и над телевизором, потому что победил врага, если ты возьмешь в плен его жену и соединишься с ней, совокупишься, то опять себе родишь такого же врага. Понимаете? И то же самое с природой чад гнева. Я отказался от мяса не потому, что я вегетарианец, а потому, что я хочу обрести силу жизни вот над этой природой чада гнева. и когда эта сила во мне станет сильной, чтобы контролировать ее, то, может быть, я и позволю себе съесть мясо. Может быть, у вас это по-другому. Я просто все эти примеры вам привожу для того, чтобы вы увидели, что сотворить в себе новое сердце и новый дух, это наша совместная работа с Богом. Но если мы не будем делать практические шаги в направлении того, чтобы обрести то, что Бог нам дает, то у нас ничего не получится. Мы будем ходить постоянно виноватыми, постоянно стоять в молитве, в покаянии перед Богом, что опять, опять, опять согрешил. Надо каяться не в плодах, которые растут на дереве греха, а надо вырывать дерево греха из себя. Я понимаю, что суды Божьи, они начнутся именно с Дома Божьего. И хочу сказать каждому слушающему вот эти слова, эту проповедь, что вы не найдете на земле такого места, где можно было бы укрыться от той годины искушения, которая идет на землю. И даже не надо пытаться. Единственное место, где каждый верующий может укрыться, это его имя. его слово, его сущность, его жизнь в тебе. И тебе нужно просто избрать эту жизнь и делать все для того, чтобы сохранить эту жизнь в себе, несмотря на то, что будет происходить в этом мире. если хотя бы десять человек будет в этом городе, тех, которые хранят эту жизнь, Бог сохранит этот город. Поэтому я в заключении просто прочитаю девяностый псалом и на этом закончу. живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу прибежище моего и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен. щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут подли тебя тысяча и десять тысяч одесну и тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал Господь упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твою, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Да будет так. Амин.